Премьера нового шоу совпала с празднованием Всемирного дня цирка. В субботу зрителей будут приветствовать российские и зарубежные коллективы и артисты. Ну а самое интересное – сочинцев и гостей курорта, конечно, ждёт на Манеже. Кстати, впервые во время цирковых программ в городе проходит благотворительный проект. Многодетные, семьи-опекуны, люди с инвалидностью и ветераны бесплатно посетят цирк. У нас выстраиваются долгосрочные перспективы в плане социального партнёрства с цирком как одной из важных институций города. Это очень важно, потому что вот уже на первую программу, которая открывается в субботу, мы приглашаем 700 жителей нашего города. И это наши люди, которые относятся к категории требующих особой защиты государства. В том, что интерес к программе будет как у детей, так и взрослых, заверили сегодня в ходе пресс-конференции заслуженные деятели циркового искусства. Выпустился новый спектакль, который называется «Вуаля» в декабре месяце. За это время мы гастролировали всего в двух городах. Это Нижний Новгород, там, где состоялся выпуск, и город Тверь. Город Сочи – это третий город, где зрители смогут увидеть это новое шоу. Аттракцион нравится. Львы работают динамично, подчиняются Надежде. Мы с Надеждой вместе проработали 10 лет в клетке вдвоем. Надежде Скверской удалось не только приручить этих гигантов, но и заставить их работать и исполнять трюки. Выполнить подобные номера с белыми львами непросто, они трудно поддаются дрессуре. И тот факт, что артистка остается в клетке вместе с восемью хищниками, уже поражает. Помимо главных героев программы, зрители ждут и другие не менее захватывающие номера. На манеже выступят кошки, собаки, пони, редкое животное, мини-пик, а также гимнасты и клоуны. Шоу «Белые львы Африки» будет работать до 17 мая. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.